Поздняя весна и лето неразрывно ассоциируются с каникулами и отдыхом. Но у спортсменов тёплый период проходит несколько иначе. Как правило, они не прекращают тренироваться, чтобы не потерять форму и держать мышцы в тонусе. При этом подобные занятия сопровождаются рядом сезонных нюансов для тех, кто страдает чувствительностью к цветению и другим аллергенам. У спортсменов может возникать после физической нагрузки повышенная аллергическая реакция, которая может проявляться в виде аллергического ремита, проявления со стороны кожи крапивницы и приступов удушья, вызванных физическими перегрузками, так называемая астма физического напряжения. Механизм этого явления до сих пор не изучен окончательно. Причина подобных реакций – триггеры. Ими могут быть продукты питания, такие как цитрусовые, шоколад, яйца, орехи, пищевые красители и усилители вкуса. Шесть животных, контакт с растениями и бытовой химией. Спортсмен должен знать о своем состоянии и избегать приема таких продуктов или контактировать с такими веществами как со всем, так и хотя бы перед тренировкой. Пациентов или спортсменов, которые имеют аллергические реакции на физические нагрузки, нужно научить распознавать первые симптомы появление аллергической реакции и немедленно прекращать занятия спортом в этом случае. Самыми ранними симптомами могут быть утомляемость, покраснение кожи лица или тела, появление зуда и повышение температуры. Если не прекратить тренировку на этой стадии, проявления могут усугубиться. При этом спортсменам-аллергикам заниматься можно, если соблюдать несколько важных правил. Занятия должны происходить обязательно в группе, то есть такой спортсмен не должен тренироваться один. Занятия должны проходить в присутствии тренера, либо родителя, либо какого-либо сопровождающего, который может своевременно оказать помощь такому спортсмену. Желательно вношение мобильного телефона, по которому можно связаться с родственниками. Рекомендовано также носить с собой какой-либо документ или медицинский браслет, в котором была бы информация о возможности проявления таких состояний. И в идеале это занятие рядом с медицинским пунктом. При обострении ренита нужно снизить нагрузку на 50%. Количество тренировок в неделю, сдача нормативов, исключить на время работу с ускорением и отягощением. Тренировки должны проходить при пульсе 120-130 ударов в минуту. Необходимо увеличить время разминки и окончания занятия. В основную часть тренировки можно включить лёгкий бег, растяжку и элементы вида спорта. Во время обострения астмы вопросы о допуске спортсмена к занятиям решаются индивидуально со специалистом.